Ну что, может, завершает наш славный день в библиотеке иностранной литературы в книжном клубе Ольга Слава. Такой немножко плосковатый каламбур, но так получилось, да? Ничего ж не поделаешь. Но главное, что у нас есть книжка, и даже не одна, но говорить будем, я думаю, о последнем сном романе. Ну, последний роман это, прежде всего, не? Да. Ну так, по крайней мере, у нас заявлено в программе. Хорошо. Вот, значит, внимание на книгу. Вот она у нас последняя. Кстати, а кто делал обложку, вот, через дозамысел? Это издательство. Да? Это издательство. Вам как нравится? Ну, во всяком случае, лучше, чем предыдущая, которая была с крыльями. А, и... То есть там... То есть, по крайней мере, вот этот вот срез, вот это движение какое-то такое обозначено. Ну, это нормальный прием, в общем, ничего особенного. Ничего особенного, ну, и неплохо, в общем. Ага. Так. Я думаю, что где-то на выкладке она видна, а это самое главное для книги. Да, конечно, чтобы рука к ней тянулась. В общем, тянется. Вот. И вот, может, мы немножко начали с вами разговаривать, так вот, ведем такую закадровую ситуацию. Вот, на моей памяти, эта книга с удивительно точным названием. То есть название, которое работает на протяжении всей книги, и ты понимаешь, что вся там другие построены на этом, да? И акцент именно на длину всей жизни, ни одной жизни. И даже непонятно, когда это закончится. А вот как это все начиналось? Я имею в виду идеи, сюжет, сцена. Вот что вы увидели вначале, с чему произошла эта книжка? Ну, она произошла из, как это всегда бывает с авторами, из очень личной истории, очень давней истории. Дело в том, что я занималась спортом, я была кандидатом мастера, я была не легкоатлетом, я занималась лыжами. В общем, это был образ жизни, понимаете? То есть это тренировки, сборы, шесть раз в неделю тренировки, когда начинается набор спортивной формы. И вдруг я получила травму. Вот. Значит, это была реально ваша история. Да, я получила травму, и вот представьте себе, в какой пустоте я оказалась. Мне не надо ехать на тренировку, летом я свободна, у меня нет сборов, у меня нет лагерей, у меня нет сборов, я не бегу кросс. Мне, у меня вдруг образовалась вот эта пустота, куда стала, собственно говоря, проваливаться моя жизнь, понимаете? То есть смена радикальной образа жизни. А вот, кстати, простите, что перебиваю, а у вас была другая жизнь, помимо вот этой спортивной жизни тогда? Ну, конечно, была, понимаете? Я всегда была многостаночником. То есть одновременно у меня была так называемая школа юного математика при Уральском государственном университете, например, на механико-математичной факультете. Одновременно у меня был литературный клуб, одновременно у меня было много всего. Но спорт — это такая штука, которая оставляет всё остальное, вот знаете, по краешку. Несмотря на то, что я выигрывала олимпиады по математике, по физике и так далее. Но спорт, понимаете, это очень азартная вещь. Спорт — это, ну, скажем так, у меня наибольшие амбиции были там. То есть я всерьёз, хотя сейчас в это очень трудно поверить, но я очень всерьёз рассчитывала на олимпийский пьедестал когда-нибудь, потому что, ну, лыжный спорт уже возрастной, там довольно долго бегают. А тут раз — и ничего, понимаете? Конечно, я не стала инвалидом-опорником, но вот эта пустота, её очень долго пришлось заполнять. Понимаете? Вот эта внезапная пустота. И, ну, и заполнилась она, конечно, заполнилась она литературой, заполнилась она прозой. Но я очень долго не могла об этом писать, потому что, знаете, больно, было так больно, что я понимала, что это будет не песня, а крик. И вот прошло, господи, сколько, почти 40 лет. И вот с тех, и вот только... В общем, человеческая жизнь. Да. И вот только теперь у меня вдруг срослись две истории. История про мальчика из неблагополучной семьи, которого соседи взяли на пропечение, на поруки, а он превратился в такого вот негодяйчика. И история про спортсмена, который фактически остался бездом. Но при этом, что для меня было важно, что я пыталась исследовать. Понимаете, способность для него, вот эта левитация, способность, она же никуда не исчезла. Эту любую человеческую способность в прозе нужно материализовать, проза материальна. И я вспоминала вот свои ощущения, ну, от скорости, от подлёта на трамплинах каких-то, понимаете. И вот это ощущение силовой паутины в районе диафрагмы, вот оно у меня снова всплыло, и я придумала вот этот специальный энергетический орган, который есть у моего героя. И он-то как раз никуда не делся. То есть человек без ног, а способность его продолжает его тревожить. И ровно потому, что она у него осталась в конце, ну, не буду спойлерить, но всё-таки мой герой, он встал на вот эти карбоновые спортивные протезы и всё-таки прыгнул. Вот такая вот история. Откуда что растёт? Ну, вот, вы знаете, может быть, я покажу сейчас вам, ну, таким нахальным, что ли, да? Вот, но для меня это в своём роде очень такая богословская книжка, потому что этим занималась холастика средневековая, то есть последствия человеческих деяний, да? Как вот предопределение, как некая судьба и в то же время свобода. То есть это о свободе и предопределении, и что нам несут наши поступки. То есть результат такой, спас мальчика, а мальчик превращается... В его проклятие. В его проклятие. Причём, казалось бы, да, герой должен быть вознаграждён, а тут эта награда находит героя, но в виде наказания. Да, да, да. Вот, это очень глубокая, как мне кажется, сюжетная какая-то история, которой когда-то занимался богословской наукой. Пытался понять, что вообще человеку предназначено в этой жизни. Ну, вы знаете, в силу профессии, скажем так, я думаю, почти любой писатель обязан предположить, что Бог есть. Почему? Доказать это нельзя. Об этом можно только свидетельствовать. Каким образом? Вот, когда ты сидишь за своим компьютером, и ты... И никак страница не покрывается буквами, но в какой-то момент к тебе приходит помощь. Один из моих коллег назвал это состояние «дозвониться». То есть ты звонил-звонил, и, наконец, тебе ответили. И вот этот ответ, когда ты понимаешь, что не только ты пишешь, что существует какая-то... Что открывается некий портал, и с тобой говорят оттуда. Понимаете, это ощущение, оно, ну, как сказать, ну, это рабочее ощущение. И, коль скоро всякий писатель свидетель тому, то и отношение человека с предопределением, с судьбой, с некой силой, которая, ну, скажем так, управляет им без его согласия, она, конечно, очень важна. И, скажем, в 2017, у меня тот роман, который переводится в программе «Славянский языки», там, собственно, он об этом. Понимаете? О специфическом уральском характере. Когда ставится эксперимент по обнаружению Бога. Каким образом? Бессмысленный, казалось бы, риск. Дернуть Бога за бороду. Вызвать его на ответ. Сделать что-то такое, чтобы он отозвался. Ведь, собственно говоря, два моих персонажа, Крылов и Таня, которые встретились на вокзале, ничего не знают друг о друге, каким образом они строят отношения. Они встречаются только в одном месте. И если, вернее так, место каждый раз меняется, время меняется. И если они не встретятся в назначенное время, то они просто не найдут друг друга в этом огромном городе. Это всякий раз вопрос к Богу. Вопрос к судьбе. И вопрос, если бы они его могли сформулировать, он бы звучал так. Правда ли то, что с нами происходит? Можем ли мы доверять своим чувствам? И, в конце концов, они теряют друг друга вот на этой роковой площади, где, собственно говоря, и начинается ревейка Коктеровская революция. Это 2017, Костя, да? Да, да, да. То есть это та же самая, ну, если угодно, богословская проблема. Да, безусловно. Эксперимент по обнаружению Бога. Собственно, поход, всякий поход в горы под рюкзаком – это тоже эксперимент по обнаружению Бога. То есть ты можешь стереть все ноги, съесть все, что ты несешь на себе, пойти туда, где наверняка должны быть самоцветы, и ничего не найти. А можешь пнуть булыжник, он перевернется, и там, например, кристалл цитрина, или альмандин, или что-нибудь такое великолепное. То есть здесь, когда ты уходишь за камнями, ты вступаешь в отношения с силами, которые либо будут к тебе добры, либо, может быть, ты заберешься в какую-то старую шахту, и вот эти старые лисквичные крепи, они треснут и обрушатся тебе на голову. Все может быть. И здесь существует на Урале специфическая уральская горная мифология, которую описал Бажов. Бажовский, да. Да, но понимаете, в чем дело? Частично Бажов, конечно, ее достроил, как всякий писатель, как я поступил. Но есть и база, понимаете? Есть, то есть эта мифология реально существует. До сих пор она еще не работает. А сейчас она, знаете, дополняется новыми персонажами. Ну, например, сейчас ходят вот эти самые мои сталкеры, они ходят в аномальной зоне. То есть новыми персонажами стали, ну, условно говоря, НЛО. Это тоже часть уральской горной мифологии, понимаете? На равне с хозяйкой Медной горы. Опять же, черный альпинист, тоже очень интересная история, понимаете? Перевал Диатлова кое-что продуцировал. Продремел заново перевал. Да, но он и породил вот эти легенды о замерзших туристах, понимаете? То есть в реальном времени эта мифология дополняется, развивается и так далее. Я, к сожалению, сейчас оторвалась от этой среды, хотя была раньше, ну, собственно говоря, я выросла в этой среде. Вот, давайте туда и направимся, да? Вот это очень интересно. Свердловск, Екатеринбург, Урал. Ведь вы довольно значительную часть жизни провели там. Ну, да. И вот то, о чем мы говорили, да? Ваши надежды, чисто любивые, амбиции, спорт, все осталось там. Ну, скажем так, амбиции я все-таки привезла в Москву. Да, вы убудрились, да? И активно их удовлетворяю. Чему мы всячески потворствуем. Ну, да. Ну, что касается Урала. Да. Понимаете, это очень старые горы, очень сильно разрушенные, очень сильно, ну, там, поработали ветер, вода, время, дожди. И вот уральские горы, они действительно набиты подземными кладами. Сейчас уже многие местонождения истощились. Например, истощились запасы малахита. Хотя мне кажется, что очень может быть, что где-то это еще есть, может быть, непосредственно прямо под Екатеринбургом. Но, тем не менее, это самоцветы, это золото, это цветные черные металлы и так далее. И вот, когда живешь во всей этой истории, мы еще буквально, когда мы были совсем мелкие, мы на трамвае ездили на отвалы Уральского камнерезного завода. То есть, это перелазишь через забор и находишь яшну, лазурит, тот же малахит, щетки аметистовые. Набираешь это все, везешь домой и потом в маленькой квартирке все об этом спутыкаются. Когда стали постарше уже, ну, старших классов, у нас были такие, тогда была такая практика. Завод шерстывал над школой. И завод нам давал автобус, мы на этот автобус грузились и на выходные, на каникулы выезжали куда-то далеко, потом автобус оставляли, в лагерь разбивали и шли дальше, шли дальше за камнями. Так что у каждого практически моего знакомого была какая-то коллекция камней. И, конечно, ювелирного качества найти что-то было проблематично, тем не менее, находили. Но вот это ощущение близости всех этих богатств, оно действительно создавало совершенно особую атмосферу. То есть, ходили не за ягодами, не за грибами, а за камнями. У моих родителей была дача. Рядом начиналось Мурзинское самоцветное месторождение. Можно было перейти шоссе, где-то через километр начинались старые, так называемые, закопушки. То есть, это такие оплывшие ямы, где работали, где уже поработали горщики, да, и там им могло быть лет по сто. И вот если порыться, там тоже много всего можно было найти. Буквально в шаговой близости от дачи. И это было, конечно, очень интересно. И такой, знаете, азарт и стремление к фарту. Вот фарт. Очень важно, понимаете. Это уже про людей. Вот мы от камней и минералов теперь перейдем к камням живым, к людям. Ведь и люди там какие-то тоже необыкновенные в этом краю. Ну, понимаете, люди, скажем так, малоуправляемые. Люди очень... Люди внутренне очень свободные. То есть, ну, есть анекдот, как можно заставить екатеринбуржцев прыгать с моста, с царского моста через реку Исей. Повесить на этом мосту объявление с моста прыгать категорически запрещено. Тут же появятся люди, то есть моментально это будет пляж, понимаете. Я когда-то слышал анекдот просто про русских. Оказывается, это про екатеринбуржцев. Ну, у нас рассказывают про екатеринбуржцев, да. То есть, всякого рода экстрим. Скажем, на байках по льду. Вот этот спорт залезать на облитый столб или на какую-нибудь очень высокую сосну, которая тоже там обледенела и так далее. Залезть и сорвать оттуда то, что тебе, в общем-то, не нужно. Но сам факт, понимаете. Скальники очень рискуют. То есть, вот, например, пройти отрицательный угол, это когда скала не вот так вот идет, а вот так. И ты идешь по ней, поднимаешься таким вот образом. Ну, это считалось круто. То есть, не делать этого было даже как-то странно, понимаете. То есть, для вот той среды это совершенно органично. Да, 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 да. И опять-таки, это не потому, что все такие безбашенные, а в общем, в базе это действительно попытка дернуть бога за бороду, чтобы он отозвался и что-то там сверху нам сказано. А вот, скажем так, герои-герои, но вот какие-то знаковые личности вашей юности, Екатерина Горжевская, Свердловская, вот кого сейчас можно вспомнить? Ну, собственно говоря, они все в этом романе. Вот, я к тому и к вам говорю. А вот кто там, скажем, под литературным именем узнаваем как реальными? А они под реальными именами. А вот так? Да. И когда Роман пишет, мне Хабиб Улин звонит и говорит, ты что вообще делаешь? К нам же сейчас налоговая придет. Но налоговики книжек почитают, все обошлось. Так что совершенно реальные люди. Почему я не смогла изменить даже... Ну, они очень характерны, очень выпуклые такие. Люди из моей жизни. Ну, и вот написалось, как написалось. Потому что вот, когда читаешь, такая мощь придет из персонажей. А вот они такие и есть. То есть у вас язык, конечно, очень своеобразный, да, изложение. И с ним надо работать. Это очень хорошо, потому что действительно высокая литература. Но просто ты удивляешься, откуда такая мощь. Из реальности. И вот из пережитывания реальности. Да, то есть это действительно люди с сильными характерами. Это действительно люди, скажем так, не готовые прогибаться. Это люди, идущие, то есть не рабеющие никоим образом, идущие в лес, под рюкзаком, на опасные маршруты. Даже не за камнями, собственно говоря. Хотя камни – это как бы формальный цель, да. А за собой настоящие, если угодно. Так что, да, они очень сильные люди. И сейчас они уже в возрасте, уже в безрядной возрасте. Они все старшие моменты жизни. Но вот какое-то такое ощущение, что они нисколько не ослабили. Это те, кто выжили. Те, кто выжили, конечно. Ну, кто-то и ушел. Кто-то и ушел, да. Потому что, ну, опасное занятие. Хотя вот из этих выведенных все живы, слава. Все живы, слава. А, кстати, вспомнила рассказы. Это одна очень известная московская дама, которая некогда была корреспонденткой, ну, скажем так, центральной газеты. Приехала в Свердловск, брала интервью, по-моему, у кого-то из лидеров Свердловского урока. И все очень было хорошо. И она уже уезжала. Они пришли обменяться адресами, карточку, а тут шарит по карману, ничего нет, кроме паспорта. Да, он открывает паспорт, пишет на странице свой телефон, вырывает и ей дает. То есть для него это все есть бум. Вот есть бумага, да, и все. Ну, ну да. Это не понты, да, это не позировка там перед столичной барышей. Нет, ну, просто вот так сложилось. Это непочтительность к официальным документам. И обратная сторона, непочтительность вот именно к тем паспортам, которые еще с петровских времен тогда внедрили. Ну, в общем-то, да, понимаете, непочтительность к власти, не священность к власти. Стремление, стремление власть протестировать, понимаете, стремление, стремление, то есть воля к неподчинению. Вот это, пожалуй, да, это очень характерно. Воля к неподчинению. Да, и может быть, ровно поэтому, ну, скажем, на заре перестройки Екатеринбург был центром авангарда. Да. И феномен Свердловского рока, и феномен литературный, потому что был тогда такой знаменитый экспериментальный номер журнала «Урал». Да, да, да. Когда собрались, ну, скажем так, доморощенные, но очень сильные модернисты, ну, собственно, и постмодерн тогда уже зарождался, и выставки неформалов там проходили, и, понимаете, была очень сильная группа пишущих. Но вот как раз, что тут можно сказать, многие ушли, многие ушли в безвестности. Мне кажется, что такой мощный регион, как Свердловская область, конечно, мог бы о литературе позаботиться лучше. Этот упрек звучит странно, хотя бы потому, что правительство Свердловской области поддерживает журнал «Урал», и поэтому журнал «Урал» крепче стоит, чем, скажем, центральный толстый журнал. Но, тем не менее, понимаете, столько было людей, столько было талантов. И вот никто, наверное, не знает здесь имени Александра Чуманова или Валерия Искакова, или Андрея Ромашова. Это очень хороший, и Андрей Ромашов реально большой писатель. Живой? Нет, уже нет. И Чуманов уже нет, Искаков жив. Ну, в общем, вот эта вот большая группа, которая вдруг резко заявила о себе, к сожалению, далеко не все, и даже очень немногие оказались на виду. Ну, Александр Верников, который недавно пока начался с собой, понимаете, безумно талантливый парень. Почему так получилось? Как бы, что можно было сделать? Ну, задним числом легко давать рекомендации. Ну, тем не менее, все-таки надо как-то осмыслять, потому что, казалось бы, да, наступит время, когда земля начнет сберегать своих сыновей, дочерей. Я говорю про регион, про края и так далее. Ну, по крайней мере, можно было бы придумать какую-то книжную серию, где могли бы опубликоваться эти авторы. Они есть, но книги, их нет, но книги есть. Ну, эта книжная серия какая? Иксельбургская или московская? Вот в том-то и дело, что она должна быть, наверное, все-таки московской. Хотя, ну, факт. Понимаете, регионы оказались в положении сложном. Собственно говоря, все ждали, когда автора протранслируют через Москву. И ко мне настоящая известность на Урале пришла тогда, когда я вошла в первый раз в шорт-лист премии «Русский бокик». Только тогда меня стали, ну, как-то замечать, выделять и так далее. Каким образом регион может транслировать на страну, на мир свои культурные ценности? Как это можно сделать? Ну, человек, что прямой трансляции не выходит. На страну через мир, да. Опубликовали в Нью-Йорке, значит, тогда в Москве зашевелились. Вы знаете, я, когда жила в Екатеринбурге, ну, я была всегда такая очень активная, я пыталась организовать литературную премию, но не местного значения. Там есть литературная премия Бажова, она довольно известна. Но она, опять-таки, мы живем здесь, мы даем свои. А нужно было делать как букер. Нужно было, например, есть свободная ниша. Премия за лучший рассказ. Была премия имени Казакова, которой сейчас уже нет. И премии «Букер» сейчас уже нет. И премии «Дебют» сейчас уже нет. Я недавно выступала в Ельцин-центре, ну, как лауреат премии «Ясная поляна», меня туда возили и общалась с людьми. Ну, возникла идея некоего журнала, то есть, такого именно авангардного журнала, как абсолютно, то есть, на абсолютно некоммерческих началах, какие-то, ну, скажем так, актуальные практики в прозе. В стихах этого много, в прозе этого значительно меньше. Сделать это там, где, собственно, все и начиналось, на родине русского авангарда, может быть. Я так думаю, что это родина русского авангарда. Но если, например, сделать в Екатеринбурге на какие-то местные деньги мощную премию за роман, то есть, сделать премника русского «Букера», вот этот, тогда регион мог бы транслировать себя и своих. То есть, не потому, чтобы своим подслуживать, понимаете, а возникло бы явление, которое было бы интересно всем. Хотели бы получить эту премию всем. Это вообще речайший был бы случай для России, движение изнутри. Ну, вы понимаете... Но что-то может произойти, вот как вы считаете? Я надеюсь. Я сейчас в контакте с этими ребятами, которые в Экатерин-центре. Может быть, получится. Опять-таки, я считаю, что литературная премия – это вот реальный такой движок для литературного процесса. То есть, это должно быть нерегиональным явлением. И не для местных. Тогда, когда я пыталась это сделать, победил, как бы, победил такой местный патриотизм, ложно понятый. Уж если мы тут что-то делаем, то мы своих и будем награждать и выдвигать. В результате все равно все в пределах региона, никуда они не проходят, и никому не интересно. Вот в этом большая проблема. Как сделать эту книжную серию? Опять-таки, если это делать в Екатеринбурге, то тогда ее надо делать. А знаете, что бы я сделала? Помните, была волна «Возвращенная литература» в 90-е годы? Ну, а то же. И вот эта «Возвращенная литература» тогда конкурировала с авторами, которые пишут в детстве сейчас. В журнале «Урал» печатался на боков дар, как будто на боков томе, что написал этот роман. Я отнес его в редакцию «Уралу». Я отнес его в редакцию «Уралу». То есть, понимаете, вот эта «Возвращенная литература» воспринималась как текущая литература. И, соответственно, что получилось? В 90-е годы были этой литературой в какой-то... Ну, авторы 90-х годов, в каком-то смысле потоплены. Вот я бы так представил, такой ледоход, когда едины, да, находят друг на друга, крошатся, давят одна на другую, и все это был такой единый поток 90-х. И вот если бы сейчас заняться 90-ми, опять-таки, как «Возвращенной литературой», сколько бы мы там всего обнаружили? Да и в Москве какие имена? Та же Ира Полянская, замечательный писатель. Сейчас ее практически не помнят. Она вышла из оборота. Понимаете, сейчас книги очень быстро выходят из оборота. Если нет переиздания, все. То есть я бы в Екатеринбурге сделала вот такую серию «Наша возвращенная литературой». 90-е и нулевые. И включила бы туда обязательно авторов, которые могут стоять в одном ряду с самыми топовыми авторами, известными в России и не только. И вот тогда было бы понятно, что мы на самом деле имеем, понимаете? У нас есть то, чего мы в своем доме не знаем. Вот если сделать такую серию, вот тогда регион мог бы очень хорошо вложиться в процесс и очень хорошо прозвучать в процессе. Удастся это или нет, я не знаю. Нет, ну вот по крайней мере концепция проекта, идея, да, очень внятная, ясная и необходимая, потому что надо перечитывать то, что не было прочитано. Не было, не было. Или прочитано криво, да, или на потолке. Дурим такое было. Ну, было такое время, да. И действительно, автор, ну, соревноваться со всем лучшим, что было создано за 70 лет русской эмиграции, это, ну и плюс переводы, пошли переводы. То, что раньше до нас не доходило. То есть вывало всех щелей. Да, да, на нас обрушился огромный пласт литературный. Ну и, соответственно, текущая литература 90-х оказалась этим пластом сильно задавлена. Вот кто сейчас помнит роман Алексея Слаковского «Первое и второе пришествия»? Прекрасный роман, великолепный. Понимаете? Он был свежий, упругий, необычный. И именно вот из того места, откуда не ожидали. И вот сейчас, если этот роман переиздать, мы его прочтем, поверьте мне, он окажется не слабее вот этого первого впечатления. А может быть, книга даже, знаете, как виноват. А может быть, дозрела. Дозреет. И мы там прочитаем многое из того, что не видели раньше. Потому что из каждой книги, из каждой, даже самый лучший читатель, берет книгу... Уважаемые гости библиотеки. Наша библиотека закрывается через 15 минут. Здравствуйте, пожалуйста. Возьмем вас подготовиться к выходу. Завтра в 11 часов мы будем рады видеть вас снова. Ну, мы как, готовимся к выходу? У нас целых 15 минут. А, ну, в общем, суть в чем, о чем пишешь я. Вот про литературу частью, которой вы являетесь, да, сейчас у вас своя судьба, мы начали вот с этого, да? Ну да. И про то, что вот как за собой еще, да, вот принести все то, что было, да, не прочитано, недопрочитано, утеряно и так далее. Вот Андрей Павлович Ромашо, «Диафантовое уравнение». Это знаете про что? Про гепатию Александрийскую. А-а-а. Гепатия Александрийская. А-а-а. Много всего можно поднять, много всего можно заново освоить. Конечно, сейчас, ну, собственно, что говорят наши критики? А зачем нам еще что-то, когда у нас названий, книжных названий, наименований стало столько, что вообще, ну, как говорит Галина Юзихович, никакая иерархия на это не надевается. Иерархия просто отсутствует. Вот в чем проблема. Но на самом деле иерархия есть. Она имманентна в самой литературе, как виду искусства. То есть по разным причинам, да, она, ну, как бы, внешне не выстраивается, но она существует, ее надо проявить. И, собственно говоря, вот эта иерархия, она будет выглядеть несколько иначе, если нам берут 90-е годы. Вот, 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 мне кажется, что самая интересная находка нашей сегодняшней беседы. Вот, и я к тому, что вот такие книги, они выстраивают иерархию. То есть они как маячки, они определяют те места, где должна устроиться иерархия ценностей культурных, литературных, смысловых, там, национальных, региональных. Такие книжки строит Россия. Но мы должны понимать, что это очень антирыночная стратегия, понимаете? Естественно. То есть рынок, он, рынок желает новинку. То есть рынку ценно новое. При этом рынку ценно такое новое, которое повторяет старое. Все издатели хотят вторую Донцову, второго Акулина, вторую Улицкую, никогда первых. Первые не распознаются, затем первые, собственно говоря... Ну, у романа есть год, его премиальный год. Роман номинируется на премии, включается в разные списки, а затем приходит новая волна романов, и все, роман забыли, понимаете? О нем уже не говорят, о нем уже не пишут. Поскольку книжная критика у нас, увы, вытеснила собственную литературную критику, понимаете? Ну, и, как бы, социальные места критики тоже размыты. Это правда. И понятно, на самом деле, что делает критика. Просто припирается между собой или создает коммерческую волну, да? Ну, скорее коммерческую волну, плюс такая технология, как хайп. То есть, кто-то выкликнул, другие подхватили, решили, что мы сегодня говорим вот об этой книге, поднимаем автора на какую-то высоту, проходит время, проходит год, автора бросают на пол, хватают следующего. Продуктивно ли это для автора, я так не думаю. Опять-таки, для того, чтобы существовала вот эта постоянная сменяемость названий, чтобы вот рынок постоянно получал новинки, конечно, верхушку иерархии необходимо срезать. Конечно, ее не должно быть. То есть, у нас должно быть ровное плато, ни одна блоха, ни блоха, все черненькие, все прыгают. Хватаем кого-то одного почти наугад и начинаем раскручивать. Ну и рука постоянно на пульте или на курке. Да-да-да. Или переключаем на мой канал, или отстреливаем. Но понимаете, какая штука? Роман не живет, настоящая фроза не живет в новостном режиме. Она живет в режиме совершенно другом. Хотя бы потому, что первое чтение, а первое чтение, оно всегда беглое, если не перечитывать, то у тебя останутся... Ну, это, знаете, это как узнавать какую-то местность, когда ты едешь в поезде и смотришь в окно. Вот это первое чтение. А второе чтение, это когда ты... Это уже выйти из вагона и пойти... Да, выйдешь на станцию и полешь своими ногами вглубь этой местности. Так вот, большинство хороших романов сегодня прочитываются в режиме, проезжая мимо станции и глядя в окно, «С меня слетела швейка». Все. Со ситуацией для перечитывания, для актуализации серьезной литературы, написанной хотя бы год или два назад, я уже не говорю о десятилетиях, понимаете, вот этого у нас категорически не хватает. И мы обедняем себя страшно. Вот это реальная проблема. Ну, вы знаете, все-таки ощущается такой, ну, как бы, ну, как его называем, технологический откат. Уже от технологии люди начинают откатываться. Хочется вот не клипового, да, не вот этого быстрого переключения, а вот чего-то длительного, продолжающегося, ну, скажем так, романного. И про себя, и про способ отношения с людьми и с миром. Ну, я такой умеренный вообще оптимист. Я не пессимист, как бы, окончательный, тоже какая-то дурацкая позиция. Вот, но это чувствуется, вот есть запрос на это. И ваша книга как раз вот именно из того, что хочется взять в руки и читать. Тем более лето начинается, а лето – это пора чтений. Спасибо большое. Так что вот у вас есть Ольга Славникова, вот она живая, прекрасная. Пока. У вас есть… Стоп, 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 мы никуда не торопимся. Пока живая. Берем в руки книгу, называется она «Замечательно, прыжок длинный читая». Спасибо, Ольга Славникова. Спасибо. Продолжение следует...